Приветули саранхули! Сегодня я вам расскажу, почему кореянки не стареют и что этому способствует. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. А меня зовут Сандра и вы на канале Let's Try Korea. Поехали! Многие из вас просили, чтобы я сняла видео по поводу корейской косметики. И вот оно, это видео. Но я решила, что просто показывать баночки с кляночки будет неинтересно. Поэтому я решила разбавить этот контент полезной информацией. В этом видео я не буду рассказывать о том, что кореянки молодые, потому что это их генетика. Нет, генетика это, конечно, хорошо, но все равно есть моменты, которые стоит вам знать. Также в этом видео я не буду говорить о каких-то чудотворных кремах, то есть какого-то суперкомпонента. Хотя о косметике мы с вами поговорим. А также стоит отметить, что все, что я сегодня буду рассказывать, основано на моем личном опыте. Кстати, информацию, о которой я вам сегодня расскажу, не каждая кореянка знает. Дело в том, что они тоже убеждены, что это их гены. Но все не так просто. Если мы с вами посмотрим на южнокорейских девушек 50-60 лет, то они будут явно выглядеть моложе, чем наши с вами соотечественницы. Однако так будут выглядеть девушки из столичных и крупных регионов Кореи. Что же говорить о девчонок из деревни, то там вы можете увидеть, что женщины выглядят на свой возраст. Значит, делаем вывод, что дело все-таки не в генетике, а в определенных процедурах, о которых мы поговорим с вами дальше. Поэтому сейчас я предлагаю поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы здесь впервые. И первая процедура, которую должна делать каждая девушка для того, чтобы сохранить свой свежий прекрасный вид лица, это увлажнение. Нам с вами нужно обязательно увлажнять верхний слой кожи. Именно верхний слой кожи отвечает за внешний вид лица, который мы с вами видим. Очень просто вам объяснить на подобии озера, которое высохло. Когда оно высыхает, остается дно, оно еще, знаете, такое, ну, мокренькое, типа грязи. Потом все больше и больше под воздействием ветра и солнца. Дно начинает высыхать, и потом что происходит? Оно начинает трескаться. Так вот эти микротрещины, это и как раз-таки наши с вами морщины. Так вот, чтобы не было вот появления этих трещин, нам нужно с вами все время увлажнять верхний слой кожи. И вы сейчас спросите, а что кореянки так делают? Да, и что самое главное, в корейской косметике практически в каждом креме присутствует масло. Оил, оно так прописывается в составе. Чье это масло, выжимки из каких семян, это уже просто какие-то, ну, знаете, дополнительные эффекты к этому крему. Именно масло лучше всего держится и дольше всего держится на коже, сохраняя кожу увлажненной и не давая верхнему слою кожи трескаться и превращаться в то самое высохшее дно озера. Чтобы чуть-чуть глубже увлажнить кожу, нам понадобится гиалуроновая кислота. Именно гиалуроновая кислота один из лучших увлажнителей в косметике. И советовать что-то другое я даже не буду. Также одним из лучших увлажнителей является глицерин. Но он просто в каждом креме. И не важно, корейская это марка, либо европейская, либо даже российская от чистой линии какой-нибудь. Там везде присутствует глицерин. И он выступает в качестве увлажнителя. Но лучше всего все-таки гиалуроновая кислота. И встретить его можно, например, в косметике Доктор Джард. Вот я сразу поставила для вас вот такую кремульку. Я им сама пользуюсь. Он у меня уже закончился. Не знаю, тут, наверное, вам не видно. Но его практически нет. Также хорошая увлажняющая линейка от VT Cosmetics. Я оставлю ссылки, где я делала распаковку этих продуктов. И показывала, чем я сама пользуюсь. И советую вам. Там в составе как раз-таки есть гиалуроновая кислота. И сами продукты вполне приемлемые по цене. Что же касается самих кореянок, то помимо кремов, косметики, они также используют увлажнители воздуха. Для чего? Именно для того, чтобы ваш организм функционировал нормально. И также это, что делает, увлажняет верхний эпидермис вашей кожи. Здесь, в Корее, увлажнители воздуха просто пользуются потому, что здесь зима и весна являются самым сухим периодом в Южной Корее. И поэтому они якобы, ну вот прям все поголовно используют эти увлажнители воздуха. Но благодаря этому они сохраняют надолго свой свежий красивый вид. Ну и в довесок того, что я только что рассказала, предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Смотрите, вам нужно принять ванну, ну или горячий душ. Перед тем, как зайти в ванную, вам нужно сделать фотографию своего лица. Без макияжа лучше всего, конечно. После 20 минут ванно-банных процедур сделайте фотографию еще раз. И посмотрите, как у вас станет лицо выглядеть по-другому. Оно будет более напитанным и сияющим. Выглядеть как? Правильно, моложе. Поэтому, если вы хотите выглядеть молодо, главное, что правильно, увлажнять постоянно кожу. Вторая процедура, которая продлит вашу молодость, это очищение кожи. Всякого рода скрабы. Дело в том, что всевозможные скрабы, скатки и очищение кожи у нас преподносят для людей, у которых проблемная кожа. То есть всякие прыщики, всякие покраснения, угри. Мол, только для них это очищение нужно. Но на самом деле все вот эти скрабы и скатки, они нужны всем нам для того, чтобы сохранить молодость. Итак, вернемся к нашему примеру с озером. Вот оно высохшее дно и что с ним происходит? Оно начинает шелушиться. То, что мы с вами видим, это крупные шелушинки. Но есть также и микро шелушинки, которые попадают в эти микротрещины. И чем больше они попадают в эти микротрещины, тем больше они вызывают морщины на лице и на коже. Таким образом у нас начинают образовываться глубокие морщины. Для того, чтобы этого не происходило, нам нужно раз или два раза в неделю, в зависимости от того, какой у вас тип кожи, делать скрабирование и очищение кожи. Дальше не забываем, что у нас есть мимические морщины. Мимические морщины появляются на месте залома кожи. То есть когда я улыбаюсь, у меня появляются вот здесь морщинки. Это называется мимические. То есть когда я расслабляюсь, этих морщинок нет. Вот в них, кстати, чаще всего начинают заваливаться вот эти сухие, роговевшие частицы кожи. Которые все больше и больше скапливаясь в этих наших с вами мимических морщинок, начинают уже делать эту ямку настолько глубокой, что уже расслабив кожу, морщинки эти мимические начинают проявляться. Понимаете? Также стоит отметить, что если вы будете увлажнять кожу, это не избавит от того, что эпидермис будет потихонечку, ну скажем так, отваливаться. Это грубо сказано, но доходчиво, наверное. Дело в том, что каждые 28 дней у нас действительно мы как змеи с вами меняем кожу. И вот пыль в квартире, то, что мы с вами видим пылью, это как раз-таки те самые роговевшие частицы нашей кожи. Так вот, когда ты молодой и желторотый цыпленочек, то кожа у тебя каждые 28 дней отлетает вот так вот, как пушинка с тела. А чем старше мы становимся, тем этот роговевший слой сложнее от нас отделяется, вот эти частички кожи. И если их не проскрабировать, как говорится, самой не попробовать их убрать, то что получится? Правильно, они останутся, вопьются как бы в кожу и тоже начнут ее повреждать и порождать. Что правильно? Морщины. То, что мы с вами больше всего не любим и то, что влияет на нашу с вами молодость. Чем очищать кожу? Какой скраб лучше всего использовать? Это уже зависит от того, какой у вас тип кожи, насколько она у вас чувствительная или грубая. В общем, уже определяетесь индивидуально. То есть я не могу сказать, что вот этот скраб, это прям универсально для всех подходит. Однако, у меня есть подробное видео, где я рассказывала про вот такие очищающие средства, про скрабы и про кислоты также. Где подробно вы можете послушать и подобрать для себя конкретно средства. Оставлю ссылку на это видео внизу в описании под этим видео. И самое внимательное, сейчас у меня должны спросить, а где же пример с кореянками? Кореянки так делают? Очищают ли они кожу? Да, очищают. Поверьте, только они это делают в основном в клиниках косметологических, куда они ходят и им делают очищение там разного рода процедуры. И в такие косметологические клиники они ходят ну раз-раз в два месяц. А пилинг, который делают в косметологических клиниках, он более жесткий, поэтому его не нужно так часто повторять, как, например, если мы делаем домашний пилинг кислотами с вами, где нужно повторять один-два раза в неделю. Ну и последний, самый главный, третий пункт, это осветление кожи. Вы сейчас скажете, ну куда мне осветлять кожу, я и так белая, как смерть, да? Особенно у нашей с вами русские девчонки, которые живут в каком-нибудь Санкт-Петербурге, где солнышко такой редкий гость, скажем. И осветление кожи, в смысле, какое осветление кожи? Для кореанок это является типа альтернативой, что у них загорелая вот эта кожа, чтобы она исчезла, они хотят ее осветлить. Однако, именно теми компонентами, которыми они осветляют свою кожу, они эту кожу что делают? Правильно, омоложают. Дело в том, что витамин С это мощное средство против предотвращения старения. Он просто нереально омолаживает кожу, помогает восстановиться клеткам. Подробно о витамине С и его воздействиях, и как его найти в составе, я рассказывала, опять же, в отдельном 30-минутном видео, где я просто подробненько описала, как он воздействует, какую функцию он выполняет. Ссылочка внизу под этим видео, в описании. Проходите, смотрите, конечно, после того, как вы закончите смотреть это видео. Потому что я еще не закончила с вкусняшками. Сразу могу сказать, косметика, которой пользуюсь я с витамином С, это линейка от Миши. И мне очень нравится этот продукт. Главное, внимание, будьте аккуратны с этим продуктом, так как это является очень мощным компонентом, и он не подходит для молодой кожи. Если вам 20 лет, ни в коем случае не используйте эту косметику, если не хотите испортить свою кожу, а также вызвать какую-нибудь аллергическую реакцию на витамин С. Для тех, кто 30+, девчонки, слушайте внимательно. Витамин С это довольно, как я уже сказала несколько раз, очень мощный компонент, и он может вызывать легкое пощипывание и даже покраснение кожи. Это нормально для продуктов, которые ориентированы именно на омоложение кожи. Если же зуд или покраснение или пощипывание является ненормально сильным, прям вот сильным, значит стоит сразу же пойти и смыть всю косметику с лица и обратиться к косметологу за консультацией, потому что это ненормальная реакция. Пощипывание должно быть легкое в течение минут 5, это максимум. Ну и самое вкусненькое я оставила на последнее. Есть такой компонент в косметике, который отвечает за омоложение, представляете? Витамин С, он помогает не стареть, скажем так, а есть компонент, который помогает омолаживать уже старую кожу. Как же этот компонент называется? Это ретиноиды. Если я неправильно поставила ударение, прошу прощения. Так вот, эти компоненты встречаются в косметике очень-очень редко, и они есть первого, второго, третьего и четвертого поколения. Так вот, четвертое поколение это то, что создали корейцы. А именно, такая крупная компания, как Amore Pacific. Компания Amore Pacific это такой же гигант, как Samsung или LG. И в компанию Amore Pacific входят такие бренды, например, как Misha или Sulhlasu. Так вот, Sulhlasu это одна из самых популярных линий, вернее брендов, которыми пользуются кореянки уже возрастные, скажем так, кореянки. Девушки за 50-60, потому что именно Sulhlasu является косметикой для омолаживания. И там можно встретить как раз-таки этот ретиноид четвертого поколения. Помимо косметических процедур, девушки в Корее делают разные массажи лица, маски. И это даже показывается в сериалах корейских. Вы могли очень часто видеть, когда показывают, например, девчонок, у которых очень много-много денег. Они часто с мамами куда ходят? Вот в такие салоны красоты. Они лежат в каких-нибудь таких столах. И в это время им делают массаж лица. И они между собой в комнате разговаривают о какой-нибудь, я не знаю, сделке. Или еще о чем-нибудь. Я думаю, вы 100% хоть раз, но видели такую сцену. Так вот, кореянки действительно ходят на такие косметические процедуры. И это не только прям супер богатые, но вполне у кого нормальный обычный заработок. И кто о себе действительно заботится, ходят на такие процедуры. Ну что, давайте подытожим. Что же нужно делать для того, чтобы выглядеть молодо, как кореянка? Первое, это увлажнение. Второе, это очищение. А третье, это что правильно, витамин С, осветление кожи. Таким образом, вы сохраните свою кожу надолго молодой и красивой. Помимо ухода также есть и макияж. Ну а о омолаживающем макияже мы поговорим с вами как-нибудь в другой раз, если это видео будет достаточно популярным. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте свой лайк или дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. А с вами прощаюсь. Пока-пока и до следующего видео. Я сегодня сделала макияж в серых тонах. Вы мне очень часто писали, сделайте в серых оттенках. Я сделала. Я вообще не люблю серые оттенки, потому что, мне кажется, это бич советского такого макияжа. Ну, как вам? Ну, мужу главное понравилось. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...